Узнавайте самую свежую информацию о жизни Пушкинского городского округа в нашем блоке «Время новостей». Прямо сейчас. Настало время подвести итоги уходящей недели в студии Пушкинского телевидения Анастасия Спирина. В ближайшие полчаса я и мои коллеги расскажем о самом важном. А пока кратко. Все возвращается на круги своя. Как прошли слушания по объединению трех округов? Когда будет тепло? Депутаты округа разбирались с проблемными адресами, где нет отопления. Тишкова лакомый кусочек. Глава округа узнал основные проблемы этого села. В Алешина открыли отреставрированный памятник. Как это было, расскажем. Голоса инструментов. В Доме дружбы провели мастер-класс для учащихся клуба «Родное слово». Как зайти в библиотеку в маске и перчатках? Глава округа проверил противоковидные меры. Работа над ошибками и лужами. Подрядчик показал, что в двух дворах их больше не будет. Площадки «Быть». Жители 1-й Серебрянской обратились с этой проблемой в администрацию. «Живу в Пушкино». Литературный конкурс под таким названием прошел в округе. 12 октября в администрации Пушкинского округа состоялись публичные слушания по вопросу объединения трех соседних муниципалитетов. С такой инициативы вышли депутаты городского округа Красноармейск. Пушкинский и Ивантеевский ее поддержали. Теперь дело за самим объединением. Города, связанные историческим прошлым. С этого начал свое выступление глава округа Михаил Перцев. И тут же привел плюсы объединения. Территория увеличится до 74 тысяч гектаров. В 17 миллиардов рублей будет общий бюджет. Также будут строиться физкультурно-спортивные комплексы и детские площадки. Острым вопросом является строительство детской поликлиники. При объединении трех городских округов появится дополнительное финансирование для реализации проекта строительства нового типового здания детской поликлиники по администрации. Город Пушкино, произвел заново, дом 4А. Дорогие друзья, вопрос непростой и решать вам. Но я уверен, что только за счет более сильного муниципального образования мы сможем найти выход из многих застарелых проблем и решить не одну приоритетную задачу. Медицина – болевая точка. Изношены здания, не хватает кадров, очередь за получение медпомощи. И медицину при объединении придется лечить первоочередно. Мы также попадаем в целевую программу Министерства здравоохранения, где при численности свыше 200 тысяч нам полагается строительство многофункционального центра с привлечением более узких медицинских специалистов, за которыми медицинской помощью мы обращались. В Москву теперь это уже будет и у нас. Поэтому я считаю, что объединение для здравоохранения наших трудов – это тоже плюс. Также будет единая кадровая политика – один совет депутатов. Проводимая реформа позволит не только снизить издержки на управление, сократив количество чиновников, но и в конечном итоге даст возможность увеличить тот самый общий бюджет муниципального образования. И выставившиеся при сокращении чиновников средства можно направить на реализацию социальных программ. Когда началось обсуждение инициативы объединения, ни один из спикеров не высказался против. Выступили Коба Пайкидзе, Людмила Гастила, Иоанн Монаршик, Рамиль Фасхуддинов. На слушание пришли также главы городских округов Ивантеевка и Красноармейск. И депутаты – от МОСУ Балдумы Ирина Слуцкая, от Госдумы Сергей Пахомов, который, кстати, рассказал о планируемом в Думе проекте реновации. В рамках него можно будет расселять не только аварийное жилье, но и ветхое. Пушкино, близко к Москве, удачно, хорошо расположено и будет инвестиционно привлекательно. Поэтому, если такие территории, а они есть, будут определенным образом подготовлены, можно рассчитывать на эту работу в том числе. В нашем округе остро стоит проблема с аварийным и ветхим жильем. Дома на Озерной, Московском проспекте, Фабричном уже давно подвигают своих хозяев риску. Однако переселять некуда. Также на территории нашего округа есть проблемы с дольщиками. Жители начали задавать вопросы по проблемам в образовании, строительстве моста через Учуна-Худреньки и многое другое. В этот же день публичные слушания проходили и в городском округе Ивантеевка. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Яков Глэйзер, Пушкинское телевидение. 8 октября состоялась выездная комиссия Совета депутатов, на которой рассматривали вопрос отсутствия отопления в домах, запитанных от двух котельных Серебрянка 34 и Софрина 1. Также было озвучено еще 22 адреса, где тепла нет или оно с перебоями. Почему так, депутаты пытались понять. Депутаты на выезде в этот раз они собрались во дворе дома номер 19 в микрорайоне Дзержинец, чтобы убедиться, что здесь имеются проблемы с отоплением. Батареи еле горячие. Дом отапливается от котельной Серебрянка 34, как и еще 68 МКД. Для начала депутаты решили проверить, тепло ли в квартирах и пощупать батареи. Ну, я могу сказать, что батареи холодные, действительно, и по словам представителей управляющей компании, одна из проблем в том, что не могут попасть доступ в квартиру сверху. Не исключено, что там на одной из труб стоит, допустим, кран. Или на байпасе кран стоит. Именно портал Пушкина сегодня инициировал этот выезд. В паблике был опрос, и люди оставляли заявки, где нет тепла. По итогу оказалось 22 адреса по всему округу. Дзержинец 19 просто как пример. Депутаты решили на деле понять, в чем здесь проблемы, и спустились в подвал. Между представителями «Газпром», «Теплоэнерго» и «Ж.У. Пушкина» в подвале состоялся диалог. Запросить диаметр сопла сюда, установить, прочистить сопло, установить, и дом будет работать идеально. Если работает кто-то должен выполнить? Кто должен выполнить? Управляющая компания. А вот представитель, управляющая компания, прокомментируйте, пожалуйста. Запрос на диаметр сопла был отправлен в мае месяце, ответа от «Газпрома» мы не получили. В данный момент установлено то сопло, которое стоит тут с момента постройки дома. Как выяснилось, дом к отопительному сезону не готов, хотя администрация отрапортовала о стопроцентной готовности. Я вижу, что наладки нету домов. Вот здесь дом сейчас житель сказал, что все хорошо. Вот здесь вот все плохо. Здесь будет все хорошо, здесь будет все плохо, потому что шабирования нету. А вы мне сейчас рассказываете о том, что просто загорючки нету. Ну давайте он сейчас подпишет все документы. Тепло же не появится. Либо от этого не появится тепло. Значит, фактически у нас дома не готовы. Далее комиссия по ЖКХ ушла на заседание, чтобы в спокойной обстановке рассмотреть вопрос в деталях. И вторую проблемную котельную в Софрина-1. В ее реконструкцию было вложено более 100 миллионов рублей. Полностью заменена теплотрасса. В каждом доме смонтирован индивидуальный тепловой пункт. Однако в квартирах или горячая вода, или теплые батареи. Так, чтобы все одновременно не получается. Физически невозможно одну и ту же воду пустить и в батареи, и в краны. Вот у меня сейчас сотрудниками, мои, занимаются каждый день в 40-х домах следующая ситуация. Они где-то в 8 вечера идут, закрывают отопление людям, чтобы они могли с работы перейдя помыться. Люди моются. Мои сотрудники в 11 вечера идут, прикрывают горячую воду, люди получают тепло на ночь. Автоматика практически не работает, потому что должна это все автоматикой регулировать. Но, к сожалению, не получается. Депутаты решили запросить в администрации информацию по решению проблем с отоплением по всем адресам. А также ускорить процесс передачи котельной «Софрина-1» в концессию «Газпромтеплоэнерго». Ведь сейчас она находится у ресурсников на основании решений комиссии по чрезвычайным ситуациям. И «Газпром» пока не имеет права вкладывать средства не в свое имущество. 7 октября состоялось торжественное открытие отреставрированного памятника, посвященного воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Этот мемориальный комплекс стал последним в работах по восстановлению памятников на территории Пушкинского округа. Мария Лихобабенко продолжит. 7 октября в Алешино прошло открытие отреставрированного памятника, посвященного воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Этот памятник был построен в 50-х годах на средства жителей. На открытии присутствовали депутаты окружного совета депутатов, представитель МКУ Ельдигина сервис и местные жители. Сегодня, открывая памятник, мы вместе со всеми скорбим о тех, кто погиб на полях сражения. Мы их никогда не забудем. И этот памятник – напоминание нам о том, что мир хрупок, и мы его должны беречь. Были установлены новые стелы с фамилиями погибших воинов и облицованным рамором. Проведено благоустройство территории. Основные средства были выделены из бюджета администрации Пушкинского городского округа. Большой вклад в открытие памятника внесло МКУ Ельдигина сервис. Администрация сельского поселения Ельдигинское на протяжении четырех лет планировала и проводила работы по восстановлению этих памятников. Их у нас на территории шесть. Из них два братских захоронения – это в Тишково и в Ельдигина. И четыре памятника погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Глава Пушкинского городского округа поздравил всех с открытием памятника и перерезал красную ленточку. Мне сегодня особо приятно здесь находиться. Мы продолжаем отмечать славную традицию этого года, 75-ю годовщину, победы советского народа в Великой Отечественной войне. И сегодня мы здесь присутствуем на открытии после капитального ремонта замечательного, очень красивого памятника. Завершилось мероприятие выступлением артистов Ельдигинского дома культуры и торжественным возложением цветов. Мы четыре года уже шли к этому поступательно. То есть мы восстановили, новый построили памятник в деревне Степаньково, отреставрировали памятник в селе Тишково. Новый памятник построен на захоронении в Ельдигина. И вот последний, как бы завершающий этап – это здесь, в селе Алешина. И вот этого солдата все очень по-доброму называют Алешей. Мария Лихобабенко, Александр Девкин, Яков Глейзер. Пушкинское телевидение. Глава округа с рабочим визитом посетил Тишково. Ему рассказали о главных проблемах села. Какие будут решения – смотрите в сюжете Кристины Кристининой. А эти две комнаты выделили для того, чтобы экспозиции, которые есть, были где-то сохранены. В этом административном здании в селе Тишково рядом с отделением почты находится помещение музея доктора Гааза – уважаемого и почитаемого человека. Поэтому у жителей есть желание перенести экспозицию в другое, более удобное и комфортное место. Мы представляем это себе. Ну, мы сейчас до этого места дойдем. Мы просто показали вам здесь музей, а до этой проблемы, как ее можно решить, до решения мы дойдем. Проблемы вопросов в селе накопилось немало, поэтому для главы округа была устроена небольшая, но информативная экскурсия по Тишково. Обход прошел в приучастии уполномоченного по территории Пушкинского округа Людмилы Валецкой. Ну и детский сад на 120 мест. Тоже переполнен новый детский сад. Следующий вопрос касался заброшенного здания бывшей государственной ветеринарной лечебницы. Планировалось выделить некоторую часть этой территории под устройство музея доктора Гааза. Выделить та часть – это ветлечебница, а эта часть, чтобы передали муниципальную собственность. Вот этот участок. Передали? Нет еще? Нет. Они схему не согласовали. Надо новую сделать. Само здание находится в заброшенном состоянии и необходимо с помощью администрации округа оформить данный земельный участок. Далее будет произведена комиссия и принято решение о сносе или реконструкции бывшей ветлечебницы. Выявлены признаки объекта культурного наследия, поэтому сносить его. Ну, давайте так, тут должны стоять специалисты. Село Тишково – лакомый кусок для застройщиков. Замечательная природа, водоемы и недалеко от столицы. Поэтому есть желающие продать здешние участки земли, пусть даже и незаконным способом. И вот этот участок, бывшее кладбище, оно находится на картах. Оно есть, документы у меня есть. Он продается под строительство. Это дачка. Хотя здесь находится зона охраны культурного наследия. Территория парка проходит здесь менее чем 200 метров. И строить что-либо или даже покупать нельзя. Продается это все. Нужно, чтобы вне... Не покупается же. А это только-только выставляем. Минуточку, покупается. Значит, вот туда дальше куплен гектар земли. Практически на берегу. Гектар земли, дачка. Вот. Значит, человек там занимается эти рододендрами, что ли, хочет разводить. Ну, я представляю, какие рододендрами... Ну, мне вам мешать не будут. Я думаю, это экологически не вредно. Ну, эти участки, конечно, продавать нельзя. К нам точно никто не обращался. И я сто процентов вручаю, что пока я являюсь главой, никто никакого разрешения, согласования в администрации не даст на выкуп этих земель. В любое время года сюда к водоему съезжаются жители из ближайших городов или все, кто хочет отдохнуть на природе. Из-за этого происходит коллапс на дорогах. Рыбаки и отдыхающие. Постоянно. Сколько знаков не устанавливали. Рыбаки не мешают. Вот они, все сейчас. Помимо приезжающих людей на своих автомобилях, есть проблемы и с теми, кто пользуется общественным транспортом. Очень непростое участок для разворота самого автобуса, да и отсутствие пешеходного перехода подвергают жителей опасности. Везде машины. Патрулями здесь не оделся. Здесь надо просто сделать грамотную развязку. Или какие-то карманы. Сейчас надо подумать. Для того, чтобы машины все равно будут приезжать, и ГАИ здесь точно ничего не решают. Итог этого обхода. Рассмотреть перенос в музей доктора Гааза, взять под контроль продажи участков села и самое главное, что должно решиться в самые короткие сроки, это вопрос о безопасности дорожного движения на проблемном участке и разметка для обозначения пешеходного перехода. Самая кричащая проблема – это, конечно, разворотная площадка и отсутствие пешеходного перехода. Это надо делать срочно, как говорится вчера. Кристина Кристина, Антон Орловский, Яков Глэйзер, Пушкинское телевидение. 12 октября по инициативе окружного депутата Александра Чижика состоялась встреча с жителями на 1-й Серебрянской улице. Проходила она на заброшенном поле вблизи железнодорожного полотна. На этой территории жители хотели бы видеть спортивную площадку. Возможность ее благоустройства стала темой обсуждения. На встречу с людьми были приглашены и два заместителя главы муниципалитета. В первую очередь жители попросили поставить ограждение, чтобы сюда никто не мог заезжать. По словам Анны Мальсуновой, это сделают в ближайшее время. Большинство жителей хотят видеть здесь универсальную хоккейную коробку, в которой летом будут еще играть и в футбол. Кроме того, инициативная группа жителей обещает помогать в содержании этой площадки. На самом деле это очень важно, когда есть инициативная группа, которая готова взяться своими силами, помогать администрации, содержании и обслуживании какого-то спортивного объекта. Потому что много примеров, когда делаются спортивные объекты, люди туда не выходят, люди их не обслуживают. Это тот же снег на ледовой коробочке. Однозначно, все мы в детстве это чистили. У нас есть сейчас такие коробочки, на которые никто не выйдет, этот снег не почистит. Сколько бы ни мучилась наша администрация, отдел по спорту, сколько бы это ни заливало, когда жители не участвуют в этом, это бесполезное занятие. Здесь совершенно другая история. Жители готовы помогать нам в этом деле. До 1 ноября должны сформировать бюджет на 2021 год, в котором как раз и планируют предусмотреть средства на благоустройство данной территории. Сейчас мы посмотрим коммерческие предложения, которые у нас есть для того, чтобы нам оценить, сколько будет стоимость данной хоккейной площадки. Или есть универсальные спортивные площадки, которые уже оборудованы и элементами воркаута, и волейбольными необходимыми сетками и так далее. То есть мы сейчас всю эту работу проделаем. Я думаю, где-то в течение недели определимся по стоимости, что мы сможем сюда предусмотреть. Ну и, соответственно, конечно, все будет зависеть в итоге уже от общего бюджета, но постараемся данное предложение внести на Совет депутатов, для того, чтобы в следующем году здесь можно было провести необходимые работы и эту территорию как-то облагородить. Мы прервемся на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами. Сосиски. Баварские. А можно мне тоже сосисочку? Настоящие баварские. Владимирский стандарт. Приносите ненужную технику в Эльдорадо. С 29 сентября по 2 ноября в сети магазинов бытовой техники проходит акция. Сдай старую технику и получи за это скидку. Скидка фиксирована и указана на ценнике. Она не зависит от того, какую именно технику вы сдали. Решил маме поменять телевизор. Удобно сдал старый. Приобрел новый со скидочкой. В принципе, все отлично получилось. Телевизор новый. Можно сдать старые наушники и купить холодильник. Самое главное – забота об экологии. А экономия как приятный бонус. И это еще не все. При сдаче техники старой покупатель получает скидку на новую. И есть такая возможность, как доставка на дом техники из забора, из дома, также бесплатной техники. В частности, это происходит на крупной бытовой технике. Когда покупают холодильник и вывозят также холодильник и стиральную машину из дома. Эльдорадо утилизирует старую технику по всем правилам. А вы вносите свой вклад в сохранение планеты. Давайте помогать экологии вместе. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Яков Глэйзер, Пушкинское телевидение. Любимый мой родной. А что это? Владимирский стандарт. Любимый мой родной. Владимирский стандарт. Любимый мой родной. Как не пустить коронавирус на ваше рабочее место? Не касайтесь руками дверных ручек, перил и кнопок в лифте. Старайтесь не ездить в полном лифте. Помойте руки сразу, как пришли на работу. И делайте это как можно чаще в течение дня. Откажитесь от рукопожатий хотя бы на время. Соблюдайте дистанцию. Держите рабочее место в чистоте. Дезинфицируйте предметы, к которым прикасаетесь. Проветривайте помещение. Не ходите обедать группой. Надевайте маску каждый раз, когда покидаете рабочее место во время перерыва. Проводите рабочее совещание удаленно. Договоритесь с коллегами работать в разные смены. Работайте удаленно, если есть возможность. Останьтесь дома, если плохо себя чувствуете. Будьте здоровы! 14 октября глава округа Михаил Перцев приехал в центральную библиотеку, чтобы проверить, как там соблюдаются меры по предотвращению ковид-19. Об этом узнаете из сюжета. Теперь без термометрии в библиотеку не пройдет никто. Даже глава округа, который 14 октября проверил, как в центральной библиотеке соблюдает противоковидные меры и предписания Роспотребнадзора. Библиотека работает, и чтобы прийти за книгой, нужно просто надеть маску и перчатки. А доступ в открытый фонд перекрыт, потому что по рекомендации Роспотребнадзора до окончания угрозы мы не можем читать или пускать самостоятельно выбирать книжечки. За вас это сделают сотрудники. Они найдут и принесут нужную книгу. Сами работники, которые непосредственно общаются с читателями библиотеки, в полной экипировке. Маска, перчатки, защитный экран. В связи с этими ограничительными мероприятиями, к сожалению, количество читателей мы можем принять меньше, чем в обычное время. Это связано с тем, что, во-первых, читатель не может попасть в фонд, во-вторых, читатели должны соблюдать дистанцию в полтора метра, и в связи с этим ограничивается количество обслуженных читателей. Если в обычное время библиотека обслуживала около 120 человек, то сейчас максимум 60. Но это мера временная. В библиотеке понимают главную безопасность людей. В читальном зале можно работать за компьютером и знакомиться со средствами массовой информации. Но только обязательно в перчатках. После читателя компьютер дезинфицируется. Такие же меры и в областном филиале президентской библиотеки на втором этаже. Плюс дистанция между компьютерами. Здесь все на очень должном уровне. И в нашей межпоселительской библиотеке, и в областном филиале президентской библиотеки средства дезинфекции имеются. Проводится по докладу руководителя библиотеки, проводится санитарная обработка специальными средствами. Ну, положительное впечатление очень от этого нашего учреждения. Что касается сданных книг, то они отправляются на карантин в книгохранилище на пять дней. Так что заразиться коронавирусом через бумагу не получится. В библиотеку за книгой можно идти без опасений. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Яков Глэйзер. Пушкинское телевидение. А на следующий день, 15 октября, Михаил Перцев проверил соблюдение мер по профилактике и снижению рисков распространения COVID-19 в гимназии Тарасовка. Это был его первый визит в данное учебное заведение. Экскурсию по гимназии провел директор Федор Челенгир. Он рассказал краткую историю учреждения, о порядке обучения детей и показал разные классы. Существует гимназия с декабря 1992 года. Учреждение является гимназией полного дня. В ее составе работают подготовительный класс, гимназия с 1 по 11 классы, более 25 кружков, секции и студий. Также есть более 30 спецкурсов и факультативов и детская музыкальная школа. В учреждении выстроено единое образовательное пространство. Впечатление очень положительное. Конечно, это, в первую очередь, руководитель. Руководитель Челенгир Федор Георгиевич, который очень увлеченный человек, хоть и много лет здесь работает, но страсть в глазах, желание совершенствоваться в нем присутствует, и это очень хорошо. Есть проблема здесь одна очень серьезная – это отсутствие спортивного зала. Я в ближайшее время дам поручение посмотреть те документы, которые есть сегодня здесь у руководителя, эту тему освежить, актуализировать. Если есть необходимость сделать какой-то дополнительный проект на смену документации, мы обязательно поможем Федору Георгиевичу, чтобы этот процесс попытаться запустить заново. Ну, такая гимназия с громким именем, с хорошими выпускниками. После визита глава округа отметил, что соблюдение всех необходимых мер по профилактике и снижению рисков распространения COVID-19 гимназии на должном уровне. В Пушкино проверили дворы, которые попали в программу благоустройства этого года. Замглавы Анна Мульсунова 13 октября побывала во дворах по адресу 50 лет Комсомола 31 и Крылова в районе домов 6 и 8. Об этих дворах мы уже рассказывали. Основной проблемой там были лужи. Ранее депутат Александр Чижик организовал выезд поливочной машины, чтобы показать, где скапливается вода. Все проблемы были зафиксированы и переданы на устранение подрядной организации. И вот пришло время проверить качество устранения. Было принято решение, что подрядчик поднял уровень асфальта, что сейчас мы уже вышли, проверили и сделано. Соответственно, устранил недостатки для того, чтобы жители могли нормально ходить. Следующим стал двор по улице Крылова 6-8, где ранее проходил осмотр с Элеонорой Чистяковой. И также были выявлены недочеты. Сейчас подрядчик предоставил акты. Мы смотрим, устранили недоделку, которую мы с вами осматривали в прошлый раз. Основное было замечание, что стоит большая лужа. На сегодняшний день мы с вами видим, что лужи как таковой нет, потому что она была на общей площади асфальта. Есть небольшие скопления воды после дождя, которые находятся ближе к бордюру, что не является большим нарушением. Уже три года существует проект музыкальной школы «Голоса народных инструментов». 12 октября его участники провели концерт в Доме дружбы. Особенностью стало то, что воспитанники клуба «Родное слово» смогли принять активное участие в музыкальных номерах. Музыканты из детской музыкальной школы номер один устроили концерт «Голоса народных инструментов» для ребят из клуба «Родное слово». Он образован при участии окружного депутата Елены Некрасовой. В процессе развития детского клуба «Родное слово» мы проработали уже месяц, с сентября месяца мы открылись, и мы поняли, что в рамках нашего клуба, наших занятий нам крайне не хватает музыки. Мы решили обратиться к руководству первой музыкальной школы. В ходе нашего совместного обсуждения у нас родилась такая идея – участвовать в процессе возрождения русского музыкального фольклора. Юные музыканты исполнили произведения на таких инструментах, как дом, рабалалайка и гитара. Ребята смогли не только узнать о них, но и лично поучаствовать в концерте, который посетил в этот раз депутат Мособлдумы Николай Черкасов. Вы, я считаю, счастливые дети, талантливые дети. Хочется, чтобы вы не бросали занятия музыкой, приходили сюда как можно чаще, учились играть на любимых инструментах, ну и, конечно, приводили друзей. 8 октября прошел финальный этап поэтического конкурса, который был приурочен ко дню города. Кто из участников вышел в финал, с какими работами и кто в итоге победил – смотрите в сюжете. Пригорок Пушкина горбил Акуловой горою, а низ горы деревней был крился крышка роем. Как и сто лет назад, на лету с классиками поэтического слова, наши жители воспевают свой родной край. Летом администрация округа запустила конкурс на лучшее стихотворение, так как в конце августа Пушкин отмечает День города. Тройка финалистов была определена в результате зрительского голосования, а сам конкурс проходил в онлайн-режиме. Наш город Пушкин, Награйский уголок, похож местами и издалека, но только внешне, поскольку грешны, мужчины в нем и женщины пока. Конкурс проходил в период с 30 июня по 31 августа. За это время участие в нем приняли 16 человек. Среди них известные пушкинские поэты, депутаты окружного совета депутатов Евгения Маторина, жители нашего округа, в том числе и самые юные. И круглые сутки, считай, минутки уносятся дарь поезда. Наибольшее количество голосов по этическом конкурсе набрала Анастасия Балакина. За работу участницы, которая называется «Кайдню города Пушкина», проголосовали 300 человек. Я Пушкин и Крылов в учреждении. Минерал из бронзы всем открыт. Семью испрещу под свой заявительного своего главы. В нынешние лет никто не смог забыть писателей, поэтому Пушкин сководил. Ну, конечно же, всем финалистам были вручены заслуженные призы и подарки. Это еще не все, Елисей. Кто же тебе? Подарк. Как здорово. Да? Рюкзак. Красивый? Пушкин – город, который всегда славился творческими людьми. Здесь жили деятели культуры и искусства. А сейчас и наши с вами современники не отстают от них и воспевают свой родной край. Кристина Кристина, Александр Девкин, Пушкинское телевидение. На этом у меня вся информация. Не забывайте следить за новостями округа в интернете, на нашем сайте и в соцсетях. В студии была Анастасия Спирина. До встречи и берегите себя. Узнавайте самую свежую информацию о жизни города Пушкина и Пушкинского района в нашем блоке «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова